Продукты, необходимые кишечнику после 50 лет Знаете ли вы, что больше половины людей старше 50 лет страдают от нарушения работы кишечника? Сегодня мы расскажем о продуктах, которые помогут избежать такой проблемы. Досмотрите до конца и узнаете, какие растения в вашей тарелке способны защитить от рака. За что отвечает кишечник? Казалось бы, ответ очевиден за переваривание пищи и усвоение питательных веществ. Это не совсем верно, ведь переваривается пища в желудке, а вот усваиваются витамины и микроэлементы действительно в кишечнике. Поэтому любые сбои в его работе сказываются на всех органах без исключения. Недополучив необходимого питания, нарушаются ключевые процессы организма. Отсюда и снижение иммунитета, и слабость, и даже ухудшение памяти и настроения. Кстати, о влиянии кишечника на настроение человека ученые говорят все чаще. Последние исследования показывают, что не только мозг отдает команды остальному организму, но и кишечник влияет на его работу. Как это возможно? Все дело в микробиоте, полезных бактериях, населяющих наш организм. Не поверите, но в каждом человеке их около двух килограммов. Массовая гибель этих бактерий в результате воздействия антибиотиков или нездорового питания может привести к замедлению психомоторных реакций человека и ухудшению его умственных способностей. Согласитесь, что недаром кишечник прозвали вторым мозгом. Если микробиота так важна, то как ее поддержать? Об этом расскажем далее. Что полезно кишечнику? Конечно, ключ к здоровью этого органа в правильном питании. Бактерии нуждаются в наборе пробиотиков и пребиотиков. Пробиотики – это продукты, богатые ферментами, которые поддерживают количественный баланс микрофлора кишечника. А пребиотики – это питание для бактерий. Какие же продукты нужно включить в рацион обязательно? Во-первых, ферментированную пищу. Это кефир, йогурт, ряженка и другие кисломолочные продукты. Важно, чтобы они были максимально натуральными и богатыми живыми молочными бактериями. К несчастью, магазинные продукты не всегда соответствуют данному критерию. Поэтому самый надежный способ – приготовить йогурт самому, купив молоко и специальную закваску. Кроме молочных, ферментами богаты и такие продукты, как яблочный уксус, суп, мисо и особенно квашеная капуста. Этот овощ – кладезь витамина С, что делает его отличным иммуностимулятором. Опять же, лучше приготовить ее самостоятельно, но если уж и покупать готовую, то смотреть, чтобы в составе не было бензоната натрия. В сочетании с витамином С этот консервант приобретает канцерогенные свойства. Будьте осторожны и внимательно читайте состав. Прежде чем продолжить, предлагаю всем, кто смотрит сейчас это видео, подписаться на канал. Мы стараемся для вас каждый день, а это лучшее вознаграждение для нас. А тем, кто подписан, нажать колокольчик и выбрать в параметрах все уведомления, чтобы не пропускать новые ролики. Второй необходимый продукт – клетчатка. Она содержится в овощах с жесткой структурой, например, в капусте, свекле, моркови. Богаты клетчаткой отруби и выпечка из цельнозерновой муки. Волокна клетчатки не перевариваются в желудке и поступают в кишечник, питая микробиоту. Также клетчатка необходима для улучшения перистальтики кишечника. Ежедневно нужно потреблять не менее 30 грамм этого структурного элемента продуктов. Третья группа продуктов, значения которых сложно переоценить – это бобовые. Нут, горох, чечевица и особенно белая фасоль богаты кальцием. Этот микроэлемент нужен не только нашим костям, как принято считать, но и нашему кишечнику. Ряд исследований показывает большое значение кальция в профилактике рака кишечника. И, наконец, четвертый тип полезных продуктов – это зелень. Много сказано о витаминном составе шпината, сельдерея, подорожника и рукола. Но кроме этого они еще являются идеальным пребиотиком. Питая полезные бактерии, зелень улучшает их работу и прочищает кишечник. Что немаловажно, в этих растениях содержатся вещества, ограничивающие накопление холестерина. Все перечисленные группы продуктов удобно сочетаются между собой и хорошо разнообразят ежедневный рацион. А главное, вы навсегда забудете о запорах и боли в животе. Расскажите о своем рационе. Какие из перечисленных продуктов вы едите чаще всего? Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия! Субтитры создавал DimaTorzok